Всем привет! А несмотря на то, что вдохновение снимать пустые баночки у меня уже давным-давно нет, но я вам показала фотку в инстаграме, и вы меня попросили снять, и я решила, что я буду снимать, и не буду выкидывать все эти пустые баночки, которые я для вас накопила, потому что копила я долго-долго-долго. Жалко выкидывать, и вам не рассказать, что же я думаю по поводу всего этого хлама. Давайте без лишних слов мы быстренько начнем. Итак, первое, что покажу, буду стараться показывать какими-то грубками, но относительно в рандомальном порядке. Крема для тела. Два бодибаттера и один бодикрим, значит просто крем для тела. Этот крем для тела от Лолин, он пахнет лемонграсс вербенно, в общем, знаете, с таким травяным лимонным запахом он пахнет. Обалденный запах, обалденный крем, у меня уже новенький есть, и я его вам покажу, может быть, в покупках, когда наконец-то видео сделаю. В общем, очень обалденный крем, если вы в Израиле живете, вы его еще не пробовали, обязательно попробуйте. К нам гостя пришла, и чет пришла. Хорошо сидите здесь. Это моя собака Дона, кто еще ее не знает? Дона, кстати, вы еще не знаете. Ничего себе. Лолин перформулировали все свои формулы, и теперь все это без парабенов и СЛСов. Насколько я знаю, я могу ошибаться, не... Бейте меня, если я ошибаюсь. Но, насколько я помню, они все это переформулировали, потому что мир стремится пользоваться натуральными продуктами, и они решили пользоваться натуральным сырьем, назовем это так. Следующие два бодибаттера, что я закончила. Один я привезла с собой из Англии или с Орландии, я не помню, я уже покупала, Soap & Glory. Это их стандартный бодибаттер. Вот он уже весь полностью пустой. Он мне очень понравился. Единственное, что он безумно парфюмированный. Я менее люблю такие парфюмированные. Я более люблю натуральные какие-то запахи. Например, как вот этот лолиновский, что он чувствуется, что это натуральный запах вот этих продуктов, которые есть внутри, но не парфюмерия. Здесь прям чувствуется, что взяли какой-то натуральный одеколон, туда вылили. Но мне понравилось, как он работает на теле, этот бодибаттер, потому что он не батор, он более, наверное, я его назову таким густым кремом. Как-то так. Он мне понравился. Например, чего не могу сказать о его креме, вот этой фирмы, крем для рук, что он мне не очень нравится. И очередной бодибаттер, который у меня закончился, это от The Body Shop, и это был с печеньками джинджер. С печеньками джинджер, да? В общем, у него такой есть запах сильного такого джинджера. Мне это присылала Аня с Швецией попробовать. В общем, просто супер. Он мне понравился. У меня такой же сейчас есть от Мангли. Он мне очень-очень нравится, особенно зимой. На нижней конечности ног, от колена и ниже, эти бодибаттеры, они просто суперские, потому что у меня очень сохнет кожа снизу в ногах. Почему-то я не знаю. И вот эти бодибаттеры, они реально классно-классно смягчают кожу на ногах. Следующая полосатая команда, это будут средства для волос. Итак, и сейчас Дону начнет мешать. Дону, сядь уже, спасибо большое. Вон вы ее будете видеть на заднем плане. Кто из вас жаловался, что не видит мою собаку в кадре, пожалуйста, она здесь. Итак, первое масло, которое почти полностью я его выкидываю, это от Better Botanics. Я его заказывала с iHerb, но как-то у меня с ним не подружился. Это масло, которое вы должны наносить перед мытьем ваших волос. Вы держите его минут 15-20, потом смываете шампунем. И, в общем, я поняла, что вот эти средства, которые наносить перед, это не для меня, просто вот не по моему характеру. И этим маслом я пользовалась, пыталась как-то, но оно какое-то дико жирное, какое-то оно вонючее. В общем, у меня с ним просто не пошло. Я не смогла. Поэтому я его почти полным, может быть, половинкость выкидываю. И следующие три средства, что я выбрасываю, они все пустые, и они все одно и то же. Нет, они не все одно и то же. Два только одно и то же. Это средство марокканское масло для волос от фирмы Macadamia. Вы, наверное, многие знаете эту фирму. Она на YouTube, особенно на англоязычном, очень популярная. Оно неплохое масло, неплохо работает на волосах. Оно дико-дико-дико-дико-дико парфюмировано, как и вот тот Body Butter. Но на моих волосах, например, химия очень хорошо работает. Всякие такие химические масла, они супер-классно работают. А все, что натуральное на волосах, на моих не работает. Оно мои волосы делает тусклый. Видимо, это химия, то, что делает мои волосы блестящими, шелковистыми и красивыми. Поэтому я могу по этому поводу сказать, что масло хорошее. На моих волосах работало хорошо, но из-за того, что оно дико парфюмированное, а вот сейчас, когда пустой бутылек, вы его открываете, это вообще, я вам говорю, такое чувство, что закончили просто реально тройной одеколон. Ну, просто нереально сильно пахнет какой-то сильно-сильно парикмахерской. Я больше его покупать не буду, потому что я вернулась к своему Moroccan Oil, к фирме Moroccan Oil, и я просто безмерно им довольна, поэтому не буду к этому больше возвращаться. И два последних средства, что я закончила, это такие антифризовые средства. Одно у меня как раз от Moroccan Oil, и второе у меня Cyherba от фирмы Giovanni, оно очень популярное. И то, и то средство я люблю, и то, и то средство хорошо действует на моих волосах. У меня сейчас есть такое же средство от John Frieda, которое я сейчас пользуюсь. Оно тоже замечательно работает на моих волосах. Эти средства подразумевают собой использование на таких волосах, как мои, которые, вот видите, они такие более склонные к волнам, пышные, у которых есть разные такие шпонтики, которые торчат. Вы наносите немножко на руку, хорошо их в руке вот так вот, ну, размазываете по рукам, и потом волосы джимякаете, какие-то шпонтики, которые торчат, вы их приглаживаете, для того, чтобы это все не торчало, и волосы выглядели более аккуратно и красиво. И то, и то средство хорошо работает, поэтому в следующий раз буду покупать одно из них, которое попадется под руку. Единственное, что вот этому, наверное, скажу плюс, поскольку оно считается натуральное, то есть, экологически чистое, без всяких добавок, всякой химией. Так что вот этому за это плюс, и оно, в принципе, не дорогое. Да, но вы много про него, наверное, слышали. Я слышала у девочек, у блогеров русскоязычных с прямыми волосами, что они недовольны этим средством. Ну, понятен пень, что этим средством девочка с прямыми волосами не будет довольна, потому что оно рассчитано на волосы, у которого есть такая вот элекстрализация, вот эта вот фриза, в которой все волосы вверх стоят. Поэтому, девочки, у кого прямые волосы, даже не приближайтесь к этому продукту, он просто не для вас, он вам не нужен. Пользуйтесь чем-то другим, но не этим. Пользуйтесь просто капельку обыкновенного масла, но не всяким антифризовым продуктом. Следующее, что я вам покажу. Как-то давным-давно заказывала с Айферба два вот таких вот дезика. Это два натуральных дезика от фирмы Кристалл. Вы, наверное, все знаете вот этот вот большой кристалл, вот этот вот кусок соли, который должен как бы вас предохранять от вспотения. В общем, это две такие водички, они без всяких солей, алюминиума, самые натуральные, но, к сожалению, на мне они абсолютно не работают. Вот ноль. Просто ноль. Если вот этот тот кусок соли еще каким-то образом работает, когда его хорошо верхний слой как отшлифуешь и на мокрые подмышки его наносишь, то он еще как-никак работает. Вот это вообще на мне не работает, не это, не это. Это с ромашкой, что она даже воняет, если честно. А это вторая с алоэ верой. Ну, в общем, короче, ни то, ни то не работает. Я это просто выкидываю, они у меня уже год, полтора года стоят, я не знаю, зачем я их храню. Это я получала как-то от своей подписчицы в подарок. Вот такие вот два средства от Натура Сибирика. Это у нас для умывания очищающая пенка для умывания, для жирной комбинированной кожи. Такой же лосьон из одной и той же серии. Я была очень довольна и этим, и тем продуктом. Хорошие продукты, они делают то, что они обещают делать, умывают, очищают, сужают поры, и они без всяких добавок не содержат из стелесов, поробенов, из айтентических одушек и красителей. Это действительно так. В общем, очень достойные продукты, если вы живете в России или в тех странах, где эти продукты продаются, и вы хотите что-то бюджетное, насколько я знаю, это бюджетные продукты, то попробуйте обязательно, по-моему, абсолютно достойные продукты, приглядеться к ним. Закончила я такой вот скрабик Tropical Fruit от Michael Todd. Он у меня шел в большой, в большой, большой упаковке, не в упаковке, а в большом наборе, который я заказывала для своей кожи, для комбинированной кожи. Он мне не очень понравился, потому что он дико-дико нежный скраб. Я такие скрабы просто не люблю. Я люблю или маски, которые отшелушивают кожу, или более агрессивные скрабы, но не такой. Он как прямо скраб мыльца такой, еле-еле что-то там скрабирует, и если скрабирует, если вы уже очень активно скрабируете, то он так нежненько, там что-то... В общем, не знаю, я просто такое не люблю, но кто любит супер нежные скрабы, посмотрите, может быть, вам понравится, он для всех типов кожи. Вот, написано, что он даже эксфолиерирует без царапиня. Это не для меня, либо что-то у меня поцарапало что-то, хотя, может быть, это и не нужно. Закончила такой вот крем от Лолин и такой вот крем от Локситан. То есть, нет, неправда. Крем от Лолин закончила, это лосьон ЦСПФ25. Очень хороший, очень хороший. Девочки, кто живет в Израиле, приглядитесь, если вы не живете в Израиле, приезжайте в гости, зайдите в Лолин и попробуйте его на своей руке. Вообще, приглядитесь к этому средству, очень хороший для... Написано, что он для всех типов видов кожи. У меня комбинированный к жирной, особенно летом, и он был супер. Мой муж купил его случайно, мне подарил, и он прям так попал классно в точку. В общем, я ему очень была довольна, а вот Локситан, он полный, я его выкиду, потому что он испортился. Он дико противно воняет. Фу, фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Он испортился, это прямо чувствуется, что он испортился. Очень часто мы спрашиваем, как понять, что продукт испортился, вот так понять, он просто дико воняет тухлым каким-то маслом непонятным. Он испортился, поэтому я его выкидываю. Это такой легкий флуид с SPF 40 на лето, но как-то вот видите, что-то у меня с ним не пошло, и он испортился, и я даже не знаю, что вам по поводу этого сказалось. Берите пробники, пробуйте. Не знаю, нет у меня мнения по поводу этого продукта. Крем для рук, который я закончила, у меня шла такая серия, а не серия, а такой набор, в котором были, это очень знаменитая серия от Элизабет Арден, 8-Hour что там, это 8-Hour крем для рук, который мне очень понравился. Он чем-то напоминает, напоминает мне Carmex, только для рук. Но не то, чтобы он напоминает Carmex по консистенции, нет, он белый обыкновенный крем, а вот по запахам, он как Carmex, очень хороший крем для сухого времени года, очень-очень, для холодного времени года, очень хорошо работает, очень активный, чувствуется в рамках, как руки увлажняются, очень им довольна, а при возможности куплю себе еще раз. И такую же помадку из этой же серии закончила, тоже 8-Hour, что-то там, бла-бла-бла, она выглядит вот такая вот, просто желтенькая, то есть, это гигиеническая помада, она мне намного больше Carmex нравится, она увлажняет мои губы очень хорошо, она не жирная, как Carmex, ее можно и днем, и ночью, Carmex, например, я не могу днем использовать, потому что он, чрезвычайно, для меня активный, ее можно, она очень хорошо увлажняет губы, я была ее очень довольна. Средства для глаз. Итак, я закончила свой от Loxy, там, кстати, из той же серии, что был крем, про который мне нечего сказать, но вот про этот ролик мне есть что сказать, я его люблю, покупала его не раз, это ролик для кожи под глазами, он, я его пользуюсь только утром, он рассчитан на то, чтобы убирать подпухлость под глазами, делать вас более свежее, убирать усталость, какие-то мелкие морщинки, в общем, он хороший гель, который увлажняет, на который хорошо ложится косметика, он делает более, убирает, наверное, круги подпухлость, но не убирает синяки, по поводу морщин, я не знаю, насколько он с ними борется, потому что у меня нет каких-то явных еще морщин около глаз, и не сложно сказать, борется он с этим или не борется, в общем, но на дневной основе, я его очень люблю, его уже не раз покупала, и у меня есть что-то наподобие от Виши, полное Г, мне даже про него нечего сказать, он стоит недешево, и вообще ничего с глазами не делает, и он вообще еще и сейчас на срок годности не вышел, но он тоже как-то воняет, или... фу, он воняет спиртом, нет, ну, в общем, короче, ой, в общем, я его выкидываю. Что касаемо тона лица, у меня тут есть несколько продуктов, и, по-моему, один из них я вам показывала, поэтому, если я не ошибаюсь, в прошлом видео его показывала, я даже не знаю, почему это у меня до сих пор здесь, я пару слов по поводу него скажу, от Givenchy вот такая вот пудра, которая, как же она называется, ну, четыре отверстия, где у нее есть, и в каждом отверстии она немножко разного цвета, у меня была во втором цвете, деликатный бейдж, она для девочек с розовым подтоном, потому что для меня она дико-дико розовая, она просто испортилась, у нее срок годности закончился уже пару лет назад, я, по-моему, тоже это уже говорила, у меня есть дежаву дикая, в любом случае она испортилась, есть один сайт, на котором я проверяю, насколько, сколько годна косметика, когда ее выпустили, когда заканчивается ее срок годности, и я проверила на сайте, и ее срок годности закончился, по-моему, в 2009 году, что типа того, я решила, что пришло время в 2014 году с ней расправиться, да, я ее как бы уже давным-давно выкинула, уже полгода назад, я не знаю, почему она до сих пор, у меня не в мусорнике. Пудра от Bare Minerals, их считается минеральная вуаль, мне не понравилась, она дико сушит кожу, и дико выделяет сухие зоны на лице, какие, где бы они у вас не были, вот у меня сейчас есть тут сухая зона, она просто дико выделяет, прямо такое чувство, как штукатурка какая-то, вы наносите, и через пару часов прям можете отштукатуривать вашу кожу. В общем, она мне не понравилась, но в принципе, я ее относительно закончила, потому что и так такие две базы мне тоже не подошли, они наоборот, мне сильно жарнили кожу, я их отдала, эту более-менее как-то еще закончила, но тут еще чуть осталось, но я буду в мусорник ее. База вот такая, вот тут два продукта, по которым они разные, но у меня о них одно и то же мнение, это будет вот такой тиси-крем от Lumine, вы его все знаете, кто живет в России, и вот такой вот Lumine Magique от L'Oréal, под глаза консиле. Мнение одно и то же, в начале мне эти два продукта понравились, безумно была ими довольна, такие суперские продукты, очень хорошо маскировали, красивый тон давали, хорошо растушевывались, никуда, никакие складочки не заезжали, ничего с ним не происходило, но такое чувство, что что-то происходит, когда упаковка открыта, и с ним продолжаешь долгое время пользоваться. Оно со временем начало на мне просто хуже работать. Крем, например, стал просто конкретно плавать по лицу, даже не ездить по лицу, оплавать по лицу и прямо оставался кусками. И то же самое начало происходить с консилером, но немножко по-другому. Он начал становиться супер густым таким под глазами. Прямо мне хотелось его все время снять, у меня прямо зона под глазами от него все время чесалась. То есть он супер-супер густым становился на мне. Не знаю, почему такое происходит, может быть, из-за того, что упаковка долго открыта. Не знаю, может быть, что-то на лице у меня какая-то реакция после долгого использования начала происходить. В общем, не знаю, что вам сказать, поэтому, ну, как-то так. Блеск для губ Dandelion от Benefit. Блеск как блеск, ничего особенного, не стоит внимания, как мне кажется. Закончила помада от Clorant из ее серии Rujicla в номере 14. Тоже, мне кажется, не стоит никого внимания. Обыкновенная помада такого бежевого цвета, увлажняющая помада, ничего особенного, ничего, на что можно было идти и тратить деньги. И также я выбрасываю почти наполовину неиспользованный Baby Lipsuit Maybelline. Это не мой продукт, он по мне разъезжается, он разъезжается за губы в разные стороны. И для меня это становится очень странной гигиенистской помадой, потому что она с оттенками я наношу на губы, делаю вот так, и у меня она как клоуна. Поэтому я половину как-то еще домучила, пользовалась, пыталась, пробовала и поняла, что-то вообще не мой продукт, это мусорник. Еще один продукт, который я не буду выкидывать, я кому-то отдам, вот этот карандаш Nude Trimble, самый знаменитый. Я сделала, он в принципе неплохой карандаш, хорошо работает, на мне он держится. У меня есть просто от Mac нюдовый карандаш, и я поняла, что два мне просто не нужны, потому что я и так редко пользуюсь карандашом на водную линию, почему-то это не очень я люблю делать, и тот, который есть от Mac, он просто на мне намного дольше стойкий, поэтому я решила, что этот пойдет кому-либо. Вот такой вот лак для ногтей от Revlon, кстати, лаки для ногтей от Revlon я очень-очень люблю, но не люблю лаки, которые написано, что он засыхает за 60 секунд. Вот такие вот лаки, которые засыхают за 60 секунд, они в дальнейшем портятся моментально просто, и он просто испортился. Он сейчас накладывается, наносится, не накладывается, наносится ужасно, прям таким громадным слоем, который потом невозможно никак не распределить правильно на ногте. В общем, просто неудачный, немножко неудачная формула, хотя цвет очень-очень красивый, у меня этот цвет розовый очень тратился, я с удовольствием пользовалась, но он так сильно загустел, что в уму особник это, я даже не знаю, какой-то цвет, если честно. Написано тут Luxe Lac, ну, может быть, так и называется Luxe Lac. И последнее на сегодня, что у нас будет, после 20 минут этих пустых баночек, трое духов, что я закончила за последнее время. Итак, духи, на которые я не хочу останавливать свое внимание, Mark Jacobs, духи Honey, и у меня еще есть Daisy, которые еще не закончились, я не знаю, когда я закончу их, они просто ужасные. Эти духи мне не подходят, нехорошо на мне раскрываются, они, вот эти вообще сладенькие, такие сладенькие, свеженькие, Daisy, он какой-то раскрывается на мне каким-то анисом непонятным, в общем, эти духи, не хочу на них оставаться внимания, потому что я их больше никогда не куплю, и даже миниатюрку больше не куплю, эти духи не для меня. Какие-то там есть нотки, которые со мной не работают, не дружат со мной. Двое духов, которые были моими фаворитами, которыми я пользовалась, нет, этими, впервые я распользовалась, это я покупала уже раз треть, по-моему. Начнем с этого, это у нас от Hugobus, это у нас Fim, по-моему, они называются, да, у нас от французского на, в переводе на русский женщина, на лето, приятный, сладенький аромат, приятный, сладенький, нет, ну кто-то мне говорил, что он кому-то цветками напоминает, но мне цветочный аромат вообще не напоминает. Он мне напоминает такой, знаете, приятный, сладенький аромат, вот вы знаете, есть такие моменты, когда вы, например, у вас есть подруга, вы к ней подходите, вы ее так в щечку целуете, и вы от нее какой-то шлейф сладенький получаете, вот это вот так вот пахнет, таким вот сладеньким шлейфом, надеюсь, я правильно, и надеюсь, я вам как-то примерно передала, что я по поводу этих духов чувствую, такой сладенький, сладенький, но я не знаю, их свежими, ну да, это, наверное, считаются свежие духи, на лето я их брала, но они не суперстойкие на мне, поэтому эти духи из такого варианта, что я делаю так, вот так, вот так, раз 15 на себя, чтобы какой-то шлейф сладенький от меня был, когда меня подушки целовать в течку будут. И мой любимчик, это духи из серии Chanel Chance, у меня у Тентер, есть у них свежие, есть обыкновенные Chance, и вот эти вот есть, нежные, устойчивые, что-то типа того. Я хочу сказать так, если вы никогда не пробовали духи Chanel, лично мое мнение, вы хотите попробовать духи Chanel, я вам советую начинать вот с этой серии Chance, если вы в возрасте до 30, и вы хотите что-то такое попробовать, потому что очень часто я слышу, что Chanel называют, есть некоторые духи, которые на Chanel говорят, вот такой свеженький запах, у Chanel нету свеженьких запахов, у Chanel все запахи, они не свеженькие, они шанелевские запахи, даже вот этот вот, казалось бы, он супер, вот вообще все из серии Chance, они более-менее такие легкие, да, вот есть у Chanel, они все тяжелые духи, это более-менее легенькие такие, но не могу их свежими назвать, они, они такие, знаете, невкусные, я их обожаю, я их обожаю, я недавно пробовала, перед тем, как я объясню, какие эти, пробовала те, которые fresh, и они на мне, знаете, как открылись, как водяная, какая-то, такой водяной цветочек какой-то, менее они мне понравились, вот эти мне больше нравятся, потому что они на мне раскрываются, как такой, есть шлейф такого нежного парфюма, я не знаю даже, какие нотки здесь есть, потому что я ничего не чувствую, я, то есть, не могу сказать вообще, какая здесь нотка есть, потому что я не различаю, но он такой, как с, не свежий, не сладкий, а такой приятный, парфюмированный, сексуальный запах, объясни вам, не знаю, мне вот из всех серий больше этот нравится, да, вот этот вот, который тендер, что это там удержанный, нежный, спокойный, как его там, не перевести, он самый такой, какой-то, заманивающий, вкусный, но не могу сказать, что это какие-то там свеженькие духи, да, попши-косы пошел, те, которые, вот эти фреш, они более свежие, но тоже, они потом, на мне они вообще свежие не раскрываются, они на мне раскрываются, как называются эти цветы, которые растут в болоте, есть цветы в болоте, нет, не в болоте, а лилии, нет, не линии, ну, как это называется, вот такие цветочки, которые растут на этом зеленом листике, мне хочется их баллонками назвать, но они, наверное, так не называется. Вот мне почему-то они, вот эти фреш, напоминают запах вот этих цветов. А эти мне напоминают запах каких-то вот, какой-то какой-то вот парфюмерии, не знаю. Что-то такое дико парфюмерии. Но, в общем, я их очень люблю. Я им пользовалась летом, потому что на лето они очень классные. Это как раз такой запах, который на лето на мне, он хорошо держится. Он такой парфюмированный, но он такой не едкий. Он, да, на лето, для лета это такой свежий парфюмированный запах. И я себе обязательно куплю. У меня сейчас тут было 50. Я хочу ту, которая 125. Самая большая такая, потому что очень-очень люблю этот запах. Все, наболтала столько долго, много, ужасно. Девчонки, вы сами просили эти пустые баночки. Надеюсь, я кому-то была полезна и рассказала вам что-то нового. Хотя, если честно, я вам просто рассказываю, как это работает на мне. Это значит, что на всех вас может это все работать абсолютно по-другому. Все, что я люблю, я, может быть, вы вообще это не любите и терпеть не можете. Ну что ж, на сегодня все. Мы с вами увидимся очень скоро. Пока! Всем привет! Сегодня хочу вам показать свои последние покупки одежды. Сейчас у нас в магазинах самый такой момент всех скидок, потому что заканчивается зимний сезон. И есть сезон